Момент. Он выиграл все. Сказать всем чао. Вы про меня столько всего говорили и ушел не попрощавшись. Ну, возможно. Максим, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, Максим, вас внимательно слушаю. Вот у меня вопрос по поводу Мауринью. Вот так ваш собеседник пиарит, пиарит. Мауринью возглавит сборную. Он что-нибудь докажет или нет? Как вы считаете? Сборную какую? Любую? Любую. Но даже не в Португалии. Любую. Ну, как у нас адвокат, там где-то еще кто-то. Как вы считаете, он сможет? Я думаю, что да. Я предполагаю, что Жозе Мауринью обязательно еще поработает со сборной на каком-нибудь чемпионате мира. Не знаю, с какой, честно говоря. Не знаю, что сказать. Посмотрим, увидим. Наработок у него таких нет. С клубными командами он точно умеет работать. Со сборными другая специфика. Но я думаю, конспекты у Гуса возьмет и что-нибудь обязательно выиграет. Хорошо. Еще несколько смс-сообщений, которые к нам приходят. Спрашивают нас про Ювентус. Об этом мы обязательно еще поговорим. Даже сейчас у Ювентуса серьезные проблемы с травмами. Мы все знаем, что у Ювентуса огромное количество травм, дисквалификации. Даже молодой Соренсон уже чуть ли не игрок основы. Но вроде как ситуация идет на поправку. В частности, Милош Красич скорее всего сыграет с Дженуа в предстоящее воскресенье. Не исключено, что совсем скоро будет готов полностью к матчам Амаури и Квинта, Колярелла, Дель Пьерра вроде вся атака уже. А в сборе сейчас все в ожидании флангов, защиты. Вот с этим серьезные проблемы Мотто и Дечели. Но говорят, что Дечели может появиться. Кстати, а как ты, болельщик Интера, к нынешнему Юве относишься? Есть опасения, что Ювентус может оказаться выше в таблице, чем Интера? Абсолютно опасений нет никакого. Пусть оказывается, чем сильнее Ювентус, Милан, Латсу, Рома, тем интереснее чемпионат. Тем более будет ценно то Скудетто, которое выиграет Интер, если он, конечно, его выиграет. Хорошо, посмотрим, выиграет ли Скудетто кто-нибудь, кроме Милана, например. Но тем временем, для начала мы, прежде чем развить эту тему, сделаем небольшую информационную паузу. У нас новости спорта, после чего завершающая часть программы Кальчо, видите. По-прежнему Сквадра Адзур проигрывает Румынии 0-1. Ну а у нас активизировались болельщики Ювентуса. Один из них написал, Ювентус Юве скорее получит четвертую звезду, чем Интер вторую. Кампиониди Италия с Ямной Форца Юве. Но я думаю, что Ювентус все же не так скоро получит четвертую звезду, как бы сначала Юве разобраться с третьей. С этим пока проблемы возникают. Константин, здравствуйте. А, Нобель, добрый вечер еще раз. Вы знаете, я бы немножечко вернулся. Прошу прощения, да, первое, это теми сборных. Можно, да? Ну, мы сейчас программа Кальчо Витт об итальянском. Да, да, да. Она, в принципе, не отличается. Здесь просто вопрос о компетентности немножко, Нобель, да? Что всех немножечко раздражает, это некомпетентность, да? Вот если... Алло. Да, внимательно слушаю. Да, да, да. Если вспомнить интервью игроков, да, игроков, ну, условно, «Зенита», когда их тренировал адвокат, да? Здесь, в принципе, то же самое, да? То, вот, касательно темы именно тренировки, на которую вы сегодня очень много обращали внимание, до игры, за день до игры. Так вот, все игроки, включая, там, я не знаю, Зарьянова, Тимущука и многих других, когда я спрашиваю, в чем отличие тренера, да, от адвоката, от других, они говорили, что адвокат никогда не проводит тренировки выездные, когда команда выезжает, да, за день до игры. То есть, они выходили всегда, они приезжали за сутки до игры, но выходили всегда за 40 минут. Я не знаю, как адвокат работает со сборными, но в официальных матчах, в официальных матчах, когда играли с Ирландией, с Македонией, это обязательно. Извините, Константин, у нас об итальянском футболе программа, я с вами подискортирую на тему тренировок Дика Адвоката, чуть позже, пока мы, наверное, закончим тему итальянского футбола. Филипп, вопрос касаемый Лацо, я думаю, что валящики Лацо Интера, это же друзья навеки, правда, в одном случае, не подфартило, ну, скажем так, не поняли друг друга, это было в 2002 году. Но, тем не менее, ты Лацо рассматриваешь как претендента на Скудетти? Нет, не рассматриваю, хотя команда приятно удивляет. Дай бог, чтобы такие команды появлялись почаще в итальянском чемпионате. Я не верю, что у Лацо хватит ресурса для того, чтобы пройти дистанцию без особых потерь. И, в принципе, сейчас посмотрим, как Лацо сыграет с Интером через тур. Может быть, для меня эта команда откроется еще в большем размере, чем она открылась сейчас. Есть у нас телефонные звонки еще. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Нобель и Филипп. Вот я хочу Филиппу задать вопрос. Вот скажите, почему Мурини не докажет свою гениальность, взяв команду, ну, хотя бы, ну, не из подвала, а хотя бы серединку, и сделает ее хотя бы чемпионом, я не говорю уже о европейском, а хотя бы чемпионом Италии? Вот почему он не сделает этого? Вот все берет каких-то, там, и Реал, там, Интер, покупает дорогих игроков, и, пожалуйста. Гвардиона свою машину ключи включает, и она сама играет, понимаете? Ну что, Гвардиона тренер что-то какой-то, прям уж такой, он недавно сам бросил играть. Я вот к чему говорю-то, вот докажи свою гениальность, возьми из подвала команду и сделаю ее. Вы сейчас скажете, денег нет. Спасибо. Не, Владимир, я вам скажу другое. Во-первых, я не личный поклонник Мурини, я болельщик Интер, и большое спасибо Мурини, что он сделал мечту интеристов Яви. Вспомним Порту, вспомним победу в Лиге Чемпионов. Кто такой Порту, кто такой Реал по финансовым возможностям. Продолжаем мы разговор о Италии, в частности, еще несколько тем, касаемых итальянского футбола. Прежде всего, первые отставки в Италии. Ты все же отставки Бенитоса, но уже первые в Италии есть отставки. Калери. Калери и Дженуа. Дженуа также сменила тренера. Но возвращаясь к Интеру, ты считаешь, что сейчас Дунга – это оптимальный вариант, если это произойдет в ближайшие дни? Ну, или дни, или месяцы, я не знаю. Ну, один из вариантов. А как на этот взгляд будут события дальше развиваться? То есть, есть вероятность, что после чемпионата мира клубного именно Бенитос будет... Я бы не стал бы ждать, лично я бы, я бы с Бенитосом бы распрощался уже сейчас. Но не веришь вообще, то есть, ни в коем случае. Не верю. Во-первых, потому что история клуба и набор игроков... Интер не может играть в короткий пас, который играет Бенитос. Интеру нужно играть в Катенача, Интеру нужно играть в длинный пас. Короткий пас – это дорога никуда. В короткий пас в Интере может играть два человека, которые, в принципе, играли на левом фланге в матче с Дерби. То и Снайдер. Они вообще играют только между собой. Поэтому Интеру нужен другой тренер, который имеет, может, имеет возможность ставить игру не только в одном ключе, а может посмотреть несколько тактических схем Бенитос. Я этого не вижу. Но какие-то плюсы есть у Интера Бенитос? Или вообще ни одного? Да, Интер начал играть в футбол, который он играл в свое время при Джи Симоне. Да, он начал играть в красивый... Сейчас Интер в красивый футбол? Да, в красивый футбол, если обратить внимание, как он периодически играет, особенно с середняками или с аутсайдерами, действительно бывают красивые комбинации, которые при Мурине не было. Не знаю, мне казалось, что при Мурине как-то игра поинтереснее у Интера смотрелась. Возможно, я ошибаюсь. При Мурине была чистой воды, игра от обороны и, соответственно, редкие, но четкие атаки. 729-33-83 и 729-33-67. Телефоны студии Радиоспорт. Лично для тебя этот сезон, скажем так, сезон, когда Интер является лучшей командой в Европе, в Италии, в мире, везде, каким ты его ждешь серединой окончания? Ты ждешь Скудета, ты ждешь Лигу чемпионов, ты ждешь провала на двух фронтах? Перед началом чемпионата я своему близкому другу, который так же, как и я, болеет за Интер, сказал, что я жду Скудета, жду полуфинал Лиги чемпионов и жду все возможные трофеи, за исключением Кубка Италии, который фактически не интересен. Сейчас жду, что Интер просто найдет свое лицо, которым будет на оставшиеся годы показывать свой футбол. Ну, хочется в это верить, тем более, Интер команда весьма-весьма популярная в нашей стране. Ну что ж, программа кальчевитная сегодня подходит к концу. Напомню лишь в завершении, кто с кем играет в ближайшем туре итальянской серии А. Матча обещают быть по традиции в Италии весьма интересными и любопытными. Итак, итальянская серия А в туре под номером 13. В субботу игра Рома-Удинези, Милан-Фиорентина, воскресные матчи Дженуа-Ювентус, Кео-Интер, Бреша-Кальери, Парма-Латсо, Катане-Бари, Лечи-Самбдорио, Чезона-Палермо и Наполи-Болония. Сегодня был у нас в гостях Филипп Головов, представитель болельщиков Интера в России. Спасибо вам большое за интересное заговор о Миланском Интере. Программу для вас сегодня провел Нобелий Арустамян. Прощаюсь с вами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...